Всем привет! С вами Максим Гурьянов, инструктор по фридайвингу и тренер по плаванию. В видео напоминание о том, как беречь ваши уши во время и после нырялки, самое главное, после нырялки, особенно в холодное время года. Поехали! Первое. Всегда заливайте воду под капюшон. Если вы ныряете в холодной воде, то вода должна быть в термосе, на берегу, на буйке, неважно где. Важно, чтобы вы периодически заливали именно теплую воду, не кипяток, само собой, за уши во время вашего ныряния, то бишь за шлем. Второе. После нырялки всегда надевайте капюшон или шапку даже в жаркое время года, особенно если вы передвигаетесь на лодке. Третье. Если у вас проблемные уши, склонные к хроническому отиту и прочим лордзаболеваниям, всегда промывайте после нырялки ваши уши водой комнатной температуры, обычной водой из супермаркета, само собой, без газа. Проще всего это делать из полторашки. Четвертое. Не занимайтесь самолечением. Если ваши уши заболели, если, допустим, при нажатии сюда, вот на эту, как называется, козелок, не козелок, в общем, чуть-чуть уже побаливает, скорее всего, это начинающийся отит. Не занимайтесь самолечением, идите до лора. Если вы находитесь в какой-то поездке, где до лора еще очень далеко, всегда, всегда в аптеке ныряющего человека, в аптечке должен быть кандибиотик. Внимательно запомните и запишите это название. Ну и пятое. Учитесь продуваться, друзья мои, не допускайте баротравм. Продуваться тремя разными способами, в том числе продувкой без рук, так излюбленной подводными охотниками, вы сможете, просмотрев запись моего вебинара. Условия просмотра и ссылка в описании к данному ролику. Если информация оказалась полезной, ставим лайк этому видео, в комментариях пишем ваши способы защиты ваших ушей, ставим лайк этому видео, подписываемся на данный канал, делимся данным видео с вашими подводными друзьями, да пребудет с вами комфортная глубина и безопасные нырялки. С вами был Максим Гурьянов, увидимся на поверхности и под водой.